Вот уже пять лет подряд в рамках фестиваля «Стоянка человека» у той самой груши Фазиля, растущей во дворе Сухумского дома юношества, собираются воспитанники художественных школ и студии Сухума. Задача юных художников – нарисовать картину по мотивам рассказов великого классика о детстве Чика. Я рисую картину, посвященную рассказу «Защита Чика». На этой картине изображено, как Чика одевает пиджак на свою дядю, когда хочет обмануть директора. Сама выбрала эту тему. Я хотела нарисовать ее еще в прошлом году, но она не входила в состав рассказов, по которым надо было рисовать саму картину. Я рисую, как гуляет Чик со своей собакой Белкой. Мало читала, но я знаю, что у Чика есть большой дом и очень большая семья. Название «Грушевый компот» появилось не так давно, года три назад. А так в самом начале мы решили, что для популяризации такой литературы, такого уровня литературы, хорошо бы это читать. А как это сделать? Это можно сделать через конкурс рисунков. Георгий Владимирович Баронин. Он все эти годы инструкции проводит, он детей как-то настраивает на нужный лад. И вот он у нас руководитель этого процесса. В этом году в связи с введенными ограничениями мероприятие проводится соблюдением всех санитарных норм. А теплая солнечная погода позволила провести конкурс на свежем воздухе. Все сейчас особые условия. И мы действительно продумали тут все, чтобы максимально безопасность детей была обеспечена. Здесь есть, вот видите, и дезинфекторы, и масочки, и все что угодно для того, чтобы это все прошло у нас максимально безопасно. Ну, в общем, как процесс, собственно, шел в этом году? Обычно мы читаем прямо в рамках нашего конкурса. Перед конкурсом рисунка чтение происходит, там, либо прозы, либо поэзии, то есть что-то читаем, какие-то фрагменты и так далее. В прошлом году какие-то кусочки мы раздавали студиям, которые тоже знакомились с кусочками, которые мы выбирали. А в этом году всех детей там вызвать к себе и собирать и так далее, мы просто попросили их прочитать цикл рассказов детства Чика. И вот по мотивам одного из рассказов, одного, двух, трех, я не знаю, сколько они там прочитали, вот они сегодня это делают. Всего в конкурсе приняли участие 16 юных художников. Это учащиеся секции живописи из ДЮ Сухумской детской художественной школы номер один, а также студии Сальвадор и артист Лофт. Я сегодня рисую иллюстрацию на тему чик и петух. Изначально у чика были проблемы с петухом, то есть с самого начала они не поладили. И это происходило на протяжении нескольких дней. И вот в один из дней произошла такая ситуация. Там есть очень много поучительных рассказов, где рассказывается о разных ситуациях, которые свершились с чиком. Шестой международный фестиваль Фазиля Искандера «Стоянка человека» завершился торжественной церемонией награждения победителей конкурса детского рисунка «Грушевый компот». Грамоты и памятные подарки пришли вручить министр образования и языковой политики Инал Габлия и куратора фестиваля Эльвира Арсалия Ищезина Агарба. Тот из вас, кто не бросит рисовать, для кого это важно, особенно занимается иллюстрацией произведений, ну, после проведения конкурса у нас через Фазиля Абдуловича возникнут с этим вузом личные, персональные, дружеские связи. Вы все-таки у нас, ну, не птенцы, птенчики Фазильева гнезда. Поэтому кто-то из вас, если соберется продолжать художественное образование, вот вы через ваши преподаватели обращайтесь к нам, мы уже будем как бы дружить с этим вузом. В различных номинациях грамотами были награждены 13 юных художников, а самыми лучшими были признаны работы Златы Багненко, Амины Геворкян и Луки Гулария. Сухумский дом юношества планирует организовать специальную выставку, на которой будут представлены наиболее яркие работы за все годы фестиваля. Кугуцевардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.